Всем привет, мои дорогие! Сегодня я на рабочем месте, в своем любимом классе, в своей любимой школе. Школа у нас старенькая, маленькая, строил ее еще царь-батюшка. Ну, как-то уютно здесь, спокойно, тихо. Для нашего села школа это все. Не будет школы, закроют школу, не будет села. Не будет деток, не будет смеха детского и всего остального, как вы понимаете. На детках держится все, любое выступление, любой праздник. Везде участвуют дети, приходят родители, село живет. Поэтому в этой школе я работаю, девчонки, девятый год. В этом году будет первый мой выпуск в этой школе, девятый класс. Школа у нас основная. Основная, значит, девять лет обучения. Есть такие в России еще школы, девчонки. Девятилетки, не средние. Ну, потом, кто желает, идет, конечно, учиться в десятый, одиннадцатый класс. Но многие сейчас боятся ЕГЭ, уходят. И я считаю, правильно делают. Нечего два года сушить мозги. Тем более, если ты реально переживаешь и не потянешь. Школа у нас хорошая, девочки. Тепло сейчас, вот, бывают моменты, конечно, когда свежо. Но это от администрации не зависит. Есть состоящие органы. Детки хорошие, детки сельские еще, девочки. Это совсем другое, как бы, другие дети, в отличие от городских. Потому что я сталкивалась, знаю, в больших городах дети более уверенные в себе. Ну, даже, не побоюсь сказать, такие нагловатые. Наши еще наивные. Девятый класс, а еще дети детьми. Уважительные, хотя тоже современная жизнь накладывает отпечатки. Есть такие специалисты, которые хотят казаться независимыми, хотят казаться более современными. И выносят мозг не только родителям, но и учителям. Об этом не будем. У меня малыши, поэтому я отдыхаю с малышами. Что хочется еще добавить, я даже не знаю, как правильно сказать. В этом году я набрала первые классы. Деток у нас очень много, девчонки. То ли рождаемость пошла вверх, бог его знает. И вот мой кабинетик, он такой маленький, уютный. Стал как бы маленький, мне вмещает всех желающих. Конечно, хотелось бы попросторнее классы. Хотелось бы, может, чего-то инновационного, как нам трещат по телевизору. Но нам хватает всего. Наши детки не хуже других. И даже лучше во многом места занимают также в олимпиадах. И также сдают экзамены. А какие выставки и конкурсы мы занимаем. Места не последние, первые, вторые. С музыкальным руководителем. И вообще с учителями технологий. Поэтому, если сельская школа, не значит, что это отстой. Это даже кое в чем и лучше. Дети ближе к жизни реальные, дети ближе к своему силу и так далее. Вот что я хотела сказать. Чего я сегодня не приперлась, скажу прямо в выходной, воскресный день. Ну, как говорится, везде же это ТО, техника безопасности. Нужно охранять объекты повышенного, скажем, такого критического уровня. Ну, школа считается такой же. Ну, дежурство не только в школах, я знаю. И в интернатах, и в общем, везде. Такая школа маленькая, мы дежурим по одному. Мало ли что случись. Хотя, конечно, какой с меня защитник. Я сама сразу же испугаюсь больше, чем окружающие люди. Ну, так положено. Поэтому это не нам отменять, не нам не придумано. Что я буду делать, девчонки? Конечно, сидеть оседневно не буду до часа дня. А сейчас мне нужно будет тут протереть, убрать. Это уже второй вопрос. Главное, вот у меня видно за спиной пустой стенд. Нужно его оформить, потому что, ну, первый месяц мы работали визуально только с центральной доской вот с этой. А теперь уже у нас накопились поделки, рисунки. Мы уже взрослые, мы уже настоящие ученики. Поэтому надо сейчас вывесить все это как раз хорошо. Свободная минутка. Все, мои дорогие. Я работаю. Увидимся сегодня. Я хоть отдохну, если честно, от рутинной домашней. Домой сам. Сам себе, как идиот, находишь работу. А тут наслаждение. И отдых, и творчество, скажем так. Все, мои дорогие. Вот, мои хорошие. Потрудилась я на славу. Правда, крайний стенд не успела. Рисунки моих любимых деток повесила. Буквы, звуки. Ну, кто в теме, тут понимает. Это наш уголок. Не буду фотографию показывать деток. Не хочу. И вот обновила стенд. Россия, наш дом. Здесь наша малая родина, девочки. Фотографии нашего села. И просто фотографии нашей жизни. Мы живем в России. Нам никуда пока не деться. Мы не собираемся. Вот так. Детей своих будем воспитывать патриотами. Все, друзья мои. Я иду домой. Отдыхаю последний завтра день. Всех с наступающим праздником. Кого с Днем Единства. Кого с Казанской Божьей Матерью. Просто с праздником отдохните. И коротенькую неделю начнете с новыми силами. Всем пока-пока. Я побежала домой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok